всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который должна была делать еще летом но все как-то откладывал называется он какой дружится с дьяволом если вы смотрите хочу сразу сказать такой момент что не нужно бояться слова дьявол как правило мы боимся то чего мы не понимаем когда мы что-то понимаем у нас ну то есть когда есть знание до знания это свет высвечивается эта ситуация и страх исчезает одновременно поэтому когда вы чего-то боитесь и боитесь это показатель того что вы этого не знаете был такой вопрос когда этот расклад был предложен зачем дружить с дьяволом для начала скажу так давайте мы заменим просто для если кто-то боится слова дьявол на наши пороки на наши и теневые какие-то аспекты и тогда нам сразу все станет ясно для чего нам дружить с нашими теневыми аспектами просто там заложена наша сила наша та часть силы которую мы не принимаем а сила нам нужно вообще для жизни то есть сила это энергия на сила это наша жизнь поэтому нам нужно понять да как мы можем подружиться со своими темными аспектами поэтому вторая часть вопроса какие его стороны нужно принять то есть какие темные стороны какие темные вещи моменты у дьявола мы должны принять вторую аркан дьявола Это самый такой многогранный, один из многогранных, как называется-то, облетела из головы, арканов, у которого очень много ключевых слов на самом деле. И как в прямой, так и в перевернутой позиции. Правда, в перевернутой намного больше, чем в прямой. На самом деле, это один, единственный, скорее всего, по крайней мере для меня, аркан из всех великих арканов, который показывает на осознание. То есть он указывает на осознание. Если мы хотим что-то осознать, аркан дьявола как раз-таки нам это высветит. Ну хорошо, давайте мы сегодня приступим. Напоминаю, что тайм-коды и информация обо мне есть в описании под любым моим роликом по ссылке моей услуги. Переходите, если вы хотите записаться на личную консультацию, на обучение, либо приобрести курс. Пока единственный древо жизни. В ближайшем будущем я планирую записывать и другие. Но это пока в планах. Итак, сегодня я тоже помешаю и не сделаю, как обычно, камешки. А вот как выпадут, так и выпадут. Такие позиции будут. Значит, вот так вот это все будет выглядеть. Зеленый, красный, голубенький. Не знаю, может быть так и было в прошлый раз. Не помню. Но вот первая, вторая и третья. Зелененький, красненький и голубенький. Вот так у нас будут располагаться позиции. Работать будем на колоде SoCard 2. Два, потому что есть SoCard. И один, перевернутый. Будем работать на колоде Логинова «Танец шамана» и «Темные истории Чака Спецана». По его колоде. Потому что в этой колоде есть темные истории и есть светлые. Вот. Ну что, давайте мы с вами приступим. Отодвигаю эти две позиции в стороночку. Мы приступаем. Позиция номер один. Зелененький камешек. Вот так, наверное, колода. Значит, как подружиться с дьяволом и какие стороны его нужно принять. Ну, для начала давайте мы посмотрим, какие нужно принять. А потом посмотрим, как с ним подружиться. Значит, какие темные стороны дьявола есть у вас очень ярко выражены. Потому что они есть у всех, и они разные у каждого. Вот лично у вас какие темные стороны есть? Король педакли. Темные стороны. Темные стороны, будем так называть, минусовые. Во-первых, это стабильность. Во-вторых, это всевозможные излишества. Король педакли у нас любит плоть. Король педакли у нас любит удовольствие. И здесь все, что связано с излишним. Излишество может быть в удовольствии. То есть, например, когда очень часто посещаем шумные какие-то компании, веселье, то после этого чувствуем, ощущаем себя истощенными. Это может быть тогда, когда вы переедаете. Причем норма еды у каждого, она своя. То есть для кого-то это может быть маленькая тарелочка. И он уже присытился. А для кого-то это могут быть, я не знаю, пулпицы. И все никак, человек не может насытиться. Поэтому здесь всевозможного рода присыщения. Могут быть теневыми аспектами. Любовь к стабильности. Когда мы находимся в зоне комфорта и не хотим развиваться. Любовь к уюту и комфорту. Минус здесь в чем заключается? В том, что мы хотим, чтобы все было удобно. А там, где есть удобное, там нету развития. Мы именно стремимся к удобству, к комфорту. Но это только как способ развития. Когда мы к этому приходим, в этом уже больше нету какого-то развития. Стабильность. Дальше. Что еще по королю Пендакли? Любовь к деньгам. То есть в минусе. Знаете, здесь про накопительство. Здесь про то, когда человек не умеет тратить на себя. Также здесь будет все, что связано с ценностями. То есть искажения. Когда в приоритете ставишь что-то одно, такое важное. И ты как вообще бессмертный чахнешь над своей ценностью. Она для вас важная. И все должны прыгать под вашу дудку, чтобы не утратить эту ценность. То есть для кого-то это может быть семья. И он прям чрезмерно ставит во всем в приоритете. Для кого-то это может быть, ну не знаю, здоровье. У каждого свои ценности. Я обозначила несколько аспектов. Давайте еще посмотрю. Ну и король Жезлов. Ой, король Жезлов, говорю. Шестерка Жезлов. Победитель. Вот здесь, знаете, такое желание быть признанным. Желание, чтобы на вас обращали внимание. Желание, чтобы вами восхищались. Напоминаю, что мы смотрим теневые аспекты. Поэтому если у кого-то будет там что-то оцеплять. Вот два варианта. Либо вы не смотрите, либо вы стараетесь в этом разобраться. То есть для вас вот эти вот аспекты, то есть значимость, важность. Здесь может быть даже не столь вот эта вот, знаете, яркость выступления на пубознику, что сколько, вот все, что вы не делаете, есть какое-то некое ожидание других людей, что они признают, да. То есть вашу заслугу в чем-то, неважно, какой-то ваш вклад. Например, там, ну, у женщин, которые сидят дома, да, вот, чтобы признавали, что вот они молодцы, они готовят, они убирают, убираются, там, слезят за детьми. Вот признание, да, моего вклада. Вот здесь вот какой-то такой, знаете, сценарий тоже из детства, да, когда вот внимания человеку не хватает, и вот он все делает, делает. Здесь вот, кстати, перфекционизм тоже проходит. Только для того, то есть я, искажение в чем? Я истощаю самого себя только для того, чтобы выделиться, чтобы на меня обратили внимание, потому что мне этого внимания не хватает. Вот здесь вот по первой позиции вот такие вот у меня теневые аспекты проходят. Теперь, что нужно вам принять? Давайте посмотрим. То есть что есть у вас, какие теневые, что нужно принять? Неудача. Вот я говорила про перфекционизм. Вот вам нужно научиться принимать свои какие-то неудачи. Что нужно сделать для того, чтобы принимать свои неудачи? Во-первых, нужно понять, да, что есть для вас неудача. То есть если для кого-то, может быть, неудача, там, я выступил, и мне пришли, например, посмотреть на меня только пять человек, и для меня это неудача. Неудача, а вот для кого-то, может быть, там, неудача, что вот сегодня я поиграл на бирже, и вот, ну, не то чтобы проиграл, но не получил каких-то доходов. То есть у него удача у каждого человека своя. Поэтому первое, вам нужно разобраться, что есть для вас неудача, да, почему вы так считаете, что вот именно это для вас является неудачей. И здесь еще проходит такой момент, то есть с точки зрения души, любой опыт, он важен. Я в прямом эфире, который проводила недавно, объяснила, да, почему, если не смотрели, посмотрите в плейлисты прямые эфиры, там, последний эфир как раз-таки сохраненный. Здесь такое ощущение, что вот вы ставите себе сами палки в колеса, создаете вот эти вот неудачи с того момента, когда вы все хотите, как перфекционист, чтобы все было в идеале. То есть само, здесь вот противоречие ваше мышление заключается в том, что там, где есть перфекционизм, там всегда будут неудачи. Почему? Потому что идеал – это утопия, а перфекционизм – это тоже своего рода некий такой идеал. И поэтому все, что бы вы ни делали, да, вот, исходя из этих пониманий, из-за этого убеждения, для вас будет неудача. С одной стороны. С другой стороны, нужно понять, почему вы эту неудачу не принимаете, почему вы не смотрите на какие-то ситуации исключительно, как просто некий такой опыт, либо некий такой путеводитель, который вам говорит, что, возможно, вы пошли не туда, да. Как вам еще показать, как через какое-то, вот, например, разочарование, через какую-то неудачу, да. То есть здесь нужно разобраться в этой теме, да, в понимании, именно в понятиях. Потому что, может быть, это вам как-то в детстве, да, били в голову, что любая какая-то ваша попытка, да, если она не приносит вам ожидаемого результата, то это является вот некой такой неудачей. Может быть, не стоит ставить ожидания. То есть вот здесь вот немножко нужно поиграть со словами. Это игра слов, игра смыслов как таковой, и поэтому здесь есть некие противоречия. Дальше. Что еще вам нужно принять в себя? В себе проекции, да. Безусловно, вы такой достаточно интеллектуал, и поэтому вы обучаетесь через проекции. Здесь ощущение того, что вы не живете в реальном мире, а вот, знаете, на каких-то людей проецируете, это тоже одна из сторон дьявола, проецируете свои какие-то идеалы. То есть вы видите человека, например, да, и у вас сразу какая-то вот другая картинка на него накладывается, что, например, он может быть хорошим отцом моим детям, да, либо он заботливый и внимательный, но это лишь ваша проекция. На самом деле такого нет. Просто человек там, я не знаю, открыл вам дверь, либо сказал, что вы вошли в помещение, да, либо опаздывая просто предупредил о том, что он задерживается, да, а вы уже сразу на него одели вот эту вот проекцию того, что этот человек вами там заинтересован, либо еще что-то. То есть вот здесь вот вопросы ожидания и проекции очень ярко проигрываются. Попробуйте разобраться с этим. И чувство вины. Ну, конечно, вот неудача с чувством виной напрямую пересекается, да. Здесь нужно понять, почему вы все время хотите быть на высоте. То есть вот шестерка жезлов и вина, она сразу показывает, да, я хочу быть всегда на передовой, я хочу быть всегда замеченным и признанным. И когда этого не происходит, у меня появляется вот это вот чувство вины. Здесь вам вселили, особенно в детстве, да, какую-то вот ответственность, да, вот что вы как будто бы ответственны за все, за все неидеальное в мире. То есть вы слишком много на себя берете. Такое ощущение, что расклад будет такой очень болезненный. Но я извиняюсь, сори, просто тема такая сложная. Ладно. И давайте посмотрим, как же мы все-таки можем подружиться вот с этими теневыми аспектами. то есть что нужно сделать, да, как подружиться со всем этим добром. Через благодарность. Через благодарность и понимание того, что то, что с вами происходит, я не знаю, придумайте себе какую-нибудь сказку, какую-нибудь историю, да, о том, что, условно говоря, что ваша душа придумала все эти испытания, вот, которые вы должны будете пройти. Поэтому все, чем вы сталкиваетесь, это вот просто необходимо для вас. И здесь нельзя сказать, не реагируйте, да, так болезненно на те ситуации, которые с вами происходят. А здесь вот прям вам нужно сменить кардинально позицию на то, что то, что с вами происходит, благодарить не наигранно, а искренне. И поискреннее понимать, то, что вот душе это необходимо, да, кому-то может показаться странным, как вот, например, там, боль, отчаяние, да, зачем? Как я могу благодарить? Ну, вот это вот, скорее всего, ваш рост, ваш... Вы это можете. Вот вы это можете. Благодарить не только за хорошее, но и за все негативные какие-то в вашем понимании аспекты, которые, ситуации, которые с вами случаются. То есть здесь нужно научиться благодарить с одной стороны, а с другой стороны здесь нужно научиться выходить на контакт с своим высшим ям, да. Для чего? Для того, чтобы высшее я вам поясняло, объясняло, давало ответы на вопросы, чтобы вам легче вместе было идти по... Понимаете, когда вы находитесь на низком уровне нижнего я, да, вы не понимаете, не видите полностью целую картинку того, что с вами происходит, для чего? Причинно-следственные связи, да, вам сложно. Вы впадаете какой-то вот, ну, негатив, да, в низкие частоты. А если у вас будет человек, наставник, либо высшее я, который вам будет объяснять, почему вот это вот произошло, для чего это было дано, и что вы должны, почему вы должны были, будете научиться, либо должны были научиться, вам легче и проще будет благодарить. Но в идеале, вот самый высокий уровень для вас, то, к чему вам нужно стремиться, как цель, это научиться быть благодарным за все. Не потому, что так прописано в книжках, либо потому, что я так говорю, либо, ну, это будет какой-то вот там показатель, а вам нужно разобраться вообще в теме благодарности. Поработайте с этой информацией, поищите, да, что, для чего нужна благодарность, что она дает именно вам. Здесь вот как-то идет коммуникация с более высшими существами, то ли это может быть высшее я, да, ну, кто во что верит, то, может быть, здесь ангелы, может быть, здесь какой-то вот наставник, учитель, который вам будет объяснять, то здесь идет контакт с чем-то более сильным и более духовным, более светлым. Это поможет вам. Что еще? Ну, вот побольше созидать, да, побольше размышлять, не думать о каком-то, знаете, негативе, а размышлять о понятиях, откуда это понятие произошло, что оно вкладывает. Ну, то есть здесь такие более философские моменты вам нужны. Это поможет вам сменить вашу реакцию на вот эти вот темные проявления, да, негативные проявления. Так, это была первая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер два, к красненькому камешку. И посмотрим, какие темные аспекты ярко выражены у вас. шестерка мечей. Шестерка мечей говорит о том, что здесь вопросы непосредственно связаны с ответственностью, непосредственно связаны с взрослением. Даже взросление здесь подразумевается за аспект умения делать выбор и нести ответственность за свой собственный выбор. Приведу пример. Иногда бывает так, когда мы находимся в каких-то отношениях, мы начинаем негативно говорить о своем партнере, и при этом забываем, что этого партнера выбрали мы. Не важно, как давно это было и по каким причинам, но вы выбрали этого партнера. Если вы его выбрали, это значит ваш выбор. И здесь показатель, насколько вы уважаете свой собственный выбор, насколько вы несете ответственность. То есть ответственность подразумевает принятие последствий своего собственного выбора. То есть вот здесь иногда бывают такие моменты, что вы вообще не выбираете, вы не берете, то есть создают такую ситуацию, когда вы нуждаете другого человека, чтобы он взял ответственность, то есть принял какое-то решение. Почему? Потому что у вас есть страх это сделать, принять решение. То есть боитесь ошибиться, боитесь нести ответственность за какие-то последствия. То есть что это значит? Например, я выберу этого партнера, а потом через какое-то время мне не понравится, у меня нету сил и возможности сказать нет, я не уверен. Это тоже одно из качеств дьявола. Неумение говорить нет, неуверенность, сомнение. Это все проявления дьявола. И здесь получается так, что я боюсь ошибиться, и поэтому мне легче вынуть другого человека, чтобы он совершил какой-то выбор за меня, и тогда я перекладываю на него ответственность. Здесь этот момент. Что еще ярко выражено? Больше ничего нам не хотят сказать карты, то есть этого достаточно в вашем случае. Хорошо, давайте посмотрим тогда, что вам нужно принять, какие темные аспекты, связанные с тем, что я уже сказала, и вот ярко выражено нежелание принять на себя ответственность. То есть здесь, знаете, ответственность в контексте какого-то страха. Вот я боюсь, я боюсь, я боюсь что-то сделать, я боюсь что-то сказать, я не уверен, я не чувствую, что я готов. Вот здесь вот эти вот моменты. Потерянное детство. Вот здесь поэтому такое вот ощущение, что да, где-то вы застряли, где-то вы застряли вот в своем детстве, не наигрались, да, и ощущение того, что тело выросло, а я по-прежнему веду себя вот как маленький ребенок, потому что, ну, тогда у меня не было возможности. Ощущение, что вы, как будто ваше развитие, оно идет наоборот. То есть вы родились взрослым каким-то человеком, да, в детстве более проще, легче, брали на себя ответственность, брали на себя какую-то инициативу, да, могли быть более резкими, кому-то что-то отказывать. А с возрастом, как будто бы, отпадаете некое такое детство, да, и вот больше отказываетесь, больше перекладываете. Но, с одной стороны, усталость проходит, да, потому что очень рано вошли в такие взрослые игры. А с другой стороны, комбинсируйте то, чего вам не хватало именно в раннем детстве. Что еще? Жертва, да, вот эта вот жертва, я жертва обстоятельств. Вот здесь смотрите, какой перекос идет, да. С одной стороны, я не желаю брать ответственность, а с другой стороны, жертва, я становлюсь только тогда, когда я чувствую эту ответственность, да. То есть я жертва обстоятельств. Я лишаю себя чего-то во имя кого-то, либо во имя чего-то, причем я это делаю постоянно. Я лишаю своими себя, допустим, своих каких-то желаний, своих каких-то интересов, во имя семьи, во имя работы, во имя еще чего-то, да. Вот, и я, ну, вот ощущение, что я жертва, да, жертва каких-то обстоятельств, это как раз-таки тоже показатель незрелости того, что, ну, я не беру ответственность, да. То есть жертвой я становлюсь только тогда, когда кто-то мной управляет, да, когда у меня, я не беру бразды правления своей собственной жизнью. То есть когда вы ответственны за свою жизнь, вы не полагаетесь на судьбу, проще говоря, да, и вам не на кого сетовать, да, и вы тогда не можете быть жертвой. Вы тогда всегда находитесь на высоте, потому что вы сделали выбор и получили следствие, да. То есть здесь, ну, стрелки не на кого, как говорится, перевести. А у вас вот этот вот сценарий жертвы прослеживается, да, то есть жертва обстоятельств. То есть я все время себя чего-то лишаю. И вот именно через этот сценарий вы ощущаете какую-то значимость для себя, да. То есть я это делаю, я хороший, я молодец. Здесь как будто бы не принятие себя, да, вот не любовь к себе. То есть я как будто бы должен все время выслуживаться, да. То есть чтобы принять себя и сказать, что я молодец, я должен сделать что-то. То есть просто так молодец, да, априрори, что вот я просто родился, и я уже молодец, да. Здесь такого нет. Здесь как будто бы вот надо это заслужить. Что еще? Ну и кошмар. То есть здесь в принципе, да, вот эти вот то, что я говорила, эти страхи, это надуманное, это все придуманное. Вот очень ярко с вами играет дьявол с вашими фантазиями, да. Я боюсь, боюсь, боюсь сделать первый шаг, боюсь ошибиться, боюсь, что останусь без ничего. Очень много, очень много страхов. Это тоже по дьяволу у нас проходит. Хорошо, что вам нужно принять? Что вам нужно принять? Ну то есть изначально я вам сказала, какие ярко выражены моменты, да. Что как вам подружиться с дьяволом? Давайте посмотрим. Что принять? Да, я рассказала, какие темные моменты, как подружиться. Как, что вам нужно сделать, чтобы подружиться вот с этими вашими темными аспектами. Сразу выпало две карты. Вот смотрите, вот одна карта, она сразу говорит двойственная, да. То есть светлая сторона и темная сторона. Для того, чтобы подружиться, вам нужно стать целостным, да. То есть не быть вот таким вот раздвоенным, да, а соединиться, соединить темный ваш аспект и светлый. То есть в голове, когда появляются у вас какие-то сомнения, какая-то неуверенность, вы должны остановиться и задуматься, кто в моей голове живет и сомневается. То есть почему есть два мнения? То есть если есть два мнения в вашей голове, то есть сомнения, да, два мнения, значит, есть какие-то две личности. Вы не, ну, то есть не раздробленный человек, вы едины, по крайней мере, вы к этому должны стремиться. И когда у вас появляется сомнение, значит, где-то в вашей голове проявилось, ну, то есть вы сами дробите себя на какие-то роли, да. То есть есть роль, там, я не знаю, взрослого, есть роль ребенка, вот какую-то из них вы проигрываете. То есть вам в этот момент нужно себя остановить и соединить. Здесь нет какой-то другой волшебный, здесь нужно себя останавливать в своих мыслях и понимать, почему я сейчас проигрываю вот эту вот мысль, да, почему у меня появляется сомнение. Либо если, ну, вот здесь какая-то вот двойственность ее принять, принять что-либо мы можем через осознание, через понимание, через высвечивание этой ситуации. Вот здесь нужно остановить, чтобы высветить ситуацию, во-первых, надо остановиться, надо ее зафиксировать, то есть признать в себе, что у меня есть, например, вот эта вот неуверенность сейчас, то есть первоначально надо признать, то есть когда есть какая-то проблема, ее, чтобы принять, ее надо сначала обозначить, серфицировать, сказать, что да, она есть. И только после этого, когда вы признаете, это полшага к этому, да, после того, как вы признаете, вам нужно понять, а что именно произошло, то есть почему вот эти вот сомнения, надо их соединить, то есть не надо идти в крайности, что вот здесь вот я боюсь, а вот здесь вот я вот прям, например, сильно-сильно такой селый, смелый, отважный, и все такое. Ищите золотую середину, вот соединение, это есть золотая середина, где-то посередине она будет. Один момент, и вот смотрите, вторая карта, она также показывает, я не знаю, насколько вам видно, вот здесь человек, и он держит в голове, в руках, как маску некую, и он смотрит на себя, то есть для того, чтобы примирить, вот эти вот опять-таки две фигуры, да, надо в себя посмотреть, вам надо почаще заглядывать в себя, не бояться. Есть страх, что то, что я увижу, мне это не понравится, а вам и не должно нравиться, потому что нравится, не нравится, это чисто эмоции, да, вам нужно разобраться, вам нужно прийти к единению внутри себя. Здесь вот все время, вот какие-то, знаете, вот раздробленность, вы не, как так сказать, вы не кадры из фильма, да, то есть вот здесь один кадр, вот здесь другой кадр, вы полная лента, то есть не надо вырывать как-то вот, какие-то части себя, вот здесь я хороший, здесь я плохой, здесь я боюсь, здесь я ответственная, здесь нет, соедините это все, я не знаю, как вам объяснить, попробуйте почаще смотреть в себя открытыми глазами, попробуйте почаще анализировать, видеть, где и когда вы носите, какие маски, у вас очень много масок, у вас очень много разных ролей, там я дочь, там я ученик, там я еще кто-то, то есть вот эти социальные роли, вы должны понять, что это не вы, вот эти роли, эти маски, которые вы одеваете, это не вы, потому что вы едины, а когда вы начинаете одевать какие-то маски, вы начинаете себя дробить, поэтому вам нужно, когда вы входите в какую-то роль, там роль дочери, там роль матери, режимы и еще что-то останавливать себя и говорить себе зачем я одеваю сейчас маску я единый человек я целостный, мне не нужно входить в какую-то роль мне не нужно себя как-то позиционировать здесь очень глубокий у вас урок, который вы должны для себя понять и определить вот поэтому скорее всего карта здесь была перекрыта колодель танец шамана хорошо и мы с вами переходим к третьей позиции голубенькому камешку и посмотрим какие здесь стороны ярко выражены какие у вас стороны ярко выражены знаете здесь шестерка пентаклей надменность надменность когда я я решаю вот это вот знаете эгоизм который выражается в силу того что у вас есть какие-то ресурсы больше чем у кого-то другого я не имею ввиду только финансы возможно у кого-то знания возможно у кого-то времени и вы знаете как раз минус шестерки педагли заключается в том что я выбираю кому я буду помогать а кому нет и вот это вот я то есть знаете в этом есть какая-то надменность власть да вот у меня есть власть у меня есть сила это теневой аспект то есть я могу подчинить вот здесь вот это знаете вот какое-то удовлетворение мы получаем от власти вот минусовое это тоже что еще ваш чаш ну про вашу чаш я могу сказать какое-то вот недоверие и бег по кругу одно и то же как будто вот вы не можете выйти и это связано здесь с какой-то детской травмой вы знаете все что с чувствительностью недоверие я поняла то есть я никому не доверяю и поэтому я должен стать сильнее для того чтобы меня никто не ранил то есть я буду использовать свою силу я буду использовать свою власть влияние на других людей для того чтобы надо мной потом никто не влиял для того чтобы потом надо мной никто не возвышался и не причинил мне боль почему потому что я такой чувствительный я такой ранимый вот здесь как будто бы скрывается маленький обиженный мальчик ну может девочка и выпала сразу королева кубков да вот здесь вот какая-то эмоциональность которая скрывается чрезмерная эмоциональность ранимость которая скрывается вот как раз в двух противоположностях да я как это сказать не не защищенный такой и поэтому мне нужна какая-то сила то есть самая лучшая оборона это нападение вот из этой категории сила и власть сила и власть то есть я маленький такой хрупкий да меня могут обидеть поэтому я должен пойти и научиться записаться в какую-то там спортивную школу научиться там я не знаю боксу да для того чтобы себя отстаивать и потом это перерастает идет перекос то есть одно дело когда себя просто защищаешь как самооборона но другое дело когда я иду на шаг вперед вот и лучше я тебя запугаю я тебе нанесу удар как это в профилактических каких-то моментах чтобы ты мне не сделал в дальнейшем больно вот здесь вопрос власти власти и силы проходят это темные стороны как какие вот тут яркие да как выражено мы сказали да как принять как принять вот как принять вам эту свою силу и власть но не в минусе а чтобы она была во благо вот как вам принять вы здесь проигрываете постоянное страдание вот некую такую драму проигрываете в драме нам необходимо всегда ну это актерская игра нам всегда необходимо внимание да чтобы на нас обратили внимание поэтому вот в этом страдании вот в этой драме переживания там есть ну во-первых действительно зерно какого-то актерского вашего мастерства творческого да то есть можно на этом ну как минимум зарабатывать да найти правильное применение а с другой стороны вот это вот страдание это тоже своего рода знаете какая-то защита то есть я я страдаю меня пожалеют и значит ну типа лежачего не бьют да и на меня никто не нападет здесь какая-то вот хитрость такая уловка надо разобраться вам в сценарии именно страдания кто у вас страдал в семье вот прям знаете такая хорошая сильный мощный вот в этом есть власть да это как инструмент манипуляции это не ваше да вот вы откуда-то это переняли и ну то есть это сработало да у вас на глазах и вы увидели в этом какую-то свою выгоду и вы переняли этот сценарий еще война ну да то есть когда есть некий конфликт я не могу прояснить ситуацию да с кем-то я не могу отстоять свою точку зрения опять-таки вот это вот власть да понимаете когда у человека есть власть монополия в одних руках тогда ему все подчиняются а здесь есть какая-то борьба да здесь нужно что-то отстаивать поэтому я должен всегда быть сильнее чтобы мне не приходилось вступать вот в эти конфликты потому что в любых конфликтах я начинаю страдать потому что я очень эмоциональный ранимый чувствительный человек но это маска другой человек не увидит вы это никогда никому не покажете это будет только лишь внутри вас но здесь вот эта вот война неумение разговаривать с другими людьми неумение договариваться неумение прояснять поэтому лучше я буду сильнее тогда вообще ни с кем не нужно коммуницировать да меня все будут уважать но если не будут уважать то как минимум будут бояться и то и другое мне выгодно то есть я тогда не взаимодействую с другими людьми и тогда никто не узнает моей слабости поэтому я должен быть сильным и эта сила может выражаться в чем угодно да в любом ресурсе хорошо что еще как здесь принять но желание быть особенным да вот это вот особенность когда мне служит да вот я особенный мне должны поклоняться мне должны служить вот как любой любой сценарий который не возьму вот он крутится вокруг того что я озвучивала ранее говорила хорошо как вам подружиться с этими сторонами вашими да как их принять вот через понимание осознания как вам подружиться не бояться просить помощи здесь такое знаете чувство что не бояться быть уязвима то есть изначально знаете когда вот вы искренне когда вы открыты когда вы в чем-то нуждаетесь то есть вот это будет очень сильное ваше оружие когда вы действительно можете обезоружить другого ну допустим своего оппонента другого человека до открывшись ему то есть прежде не ждать когда вам нанесут ранение не ждать когда вам занесут там нож в сердце и сделают вам больно и не надо подавлять этого человека да и быть сильнее его а ваша сила она вашей искренности в умении просить о помощи то есть ну вот представляете вы ожидаете от какого-то своего врага там кавычках удар и вы приходите к нему и говорите да я знаю что ты сильнее там ну признать какие-то его сильные качества но мне нужна твоя помощь этим самым вы как будто бы вот обезоружить это ваша искренность и умение просить помощи стремиться здесь даже еще знаете стремится к чему-то более возвышенному но не для того чтобы здесь света не хватает не для того чтобы иметь власть над другими людьми а для того чтобы ну просто это вот ваш путь как будто бы развития такой вам нужно научиться видеть ситуацию вот как-то вот рассматривать здесь 3 говорить говорить все то что вы видите вот вы у вас есть это проницательность третий глаз здесь есть третий глаз вы должны как-то прийти к какому-то балансу внутреннему не противоположности а это вот внутреннее состояние некой такой гармонии здесь вот ощущение что вы болеете сопротивляетесь миру там людям а ваш вектор развития вообще не в плоскости он вот как-то вертикально здесь такое ощущение что вот вы должны заниматься жизнью любовью не знаю называется как хотите вот именно с творцом с богом с какими высшими силами то есть вы туда должны стремиться наверх туда туда должны смотреть там должны коммуницировать то есть ставить цели туда вертикально по спирали вверх не по в плоскости до горизонтали то есть вам не надо сражаться вам не надо что-то отстаивать а вот здесь вот вам нужно наладить контакт с вашим каналом да с вашим внутренним я подняться наверх тогда смотрите что получается вы обретаете ту силу но не силу над людьми а силу видения света да и тогда вы своим светом вот будете выравнивать вот эти вот все темные аспекты негативные которые будут вокруг вас это тоже сила но не выше порядка и какой-то рассказать иного качества здесь вам знаете здесь вам не нужно своего внутреннего ребенка как-то оберегать а вам нужно стать светом вот ваш внутренний ребенок здесь показывает да он он должен стать вашим вашей силы вот ребенок должен стать вашей силы ездить на каком это объяснить мне здесь так показывает что скорее всего какие-то качества детские да вот это вот открытость вот в этом есть ваша сила искренность там не знаю добродушие вообще доброта желание помочь не желание угодить а желание взаимодействовать вот какая-то вот наивность не глупость а именно наивность открытость доверие вот это будет для вас какой-то защитой то есть вам не нужна сила чтобы всех подавлять гнобить пугать ну то есть не негативные аспекты а сила в вашем внутреннем свете которые есть вот так что что стало понятно то стало понятно сегодня вообще для меня какой-то непонятный расклад вот но когда с энергиями имеешь дело и сложно оплачивать какие-то формы для того чтобы передать не проще сказать загляните вы внутрь меня и вот вы это все почувствуете увидите но к сожалению это нереально вот такой вот был у меня сегодня для вас расклад я благодарю за ваши лайки дизлайки комментарии и жду вас на новых раскладах всем пока пока